Что ты там делал? Да, мы приехали в автосалон. У меня по машине отзывная компания, там что-то с крышкой багажника. Мы приехали отдать. Смотрите, какой цвет красивый, да? Мне очень нравится, синенький. И тебе нравится синенький. И этот тебе нравится. И черный тебе нравится, ну конечно. И этот. И вот этот. Тимка, пойдем в магазин ты уже. Я хочу. Ты машину выбирай? Тебе наша белая уже не нравится? Да. У нас же хорошая белая. Синяя. Синяя, да, нужна? Да. Большая, большая, большая. Мальча, а у нас белая больше наша. Ты хочешь большую машину? Да. Белая и синяя. Ты хочешь очень большую машину? Дай руку. Здесь машины едут. Оп-оп-оп. Мешочек. Закрываем. Все. Поехали. Мы приехали в твой дом. Время еще 10 часов утра нет. Надо где-то потасоваться, поскольку все закрыто. Мы пошли все день торгового центра, который будет 24 часа. И это твой дом. Как раз, может, семена себе куплю на даче. Смотрите, как круто в твоем доме. О, это молочка. О, как прикольно. Мне так нравится. Я так давно не была в огромных супермаркетах. Смотрите, сколько всего. Сколько всего разного, интересного. Я вместо йогурта себе на завтрак вот такую штучку возьму овсяный. Ты будешь? Мы сейчас тебя найдем вкусненько. Ты это не будешь кушать. Ты этим плюешься. Плюешься. Я в детстве очень любила вот такие штучки йогурта вот с такой вот накладочкой. Там были такие вкусные штучки всегда. И сзади меня есть кафе. Но там вроде из еды ничего не продается. Можешь взять из еды там нарезку, хлеб, оплатить и там же поесть. Вот надо... Что-то там закрыто. Надо узнать. Можно? Можно так-то, что уже мы хотим кушать. В общем, здесь прямо напротив выхода есть столики. Нам пришлось видеть, потому что кафе только здесь и работает. А вообще-то можно купить, там взять что-нибудь такое, перекусить. И прямо там же внутри магазина оплатить, там покушать. И пойти дальше шопиться. А мы вот присели, яйцо он выпросил. У меня бабушка делала кисель с овсянкой. Или на овсянке, как-то не с крахмалом, а вот именно на овсянке. Причем моя прабабушка так делала, которая из Мурманска. То есть это вот такой рецепт старинный. И вот очень похоже. Здесь какая-то овсянка и кисель. Вот так. Не сладко, кстати. А темка у нас сидит. Видите, он шоколад особо не ест. Он играется. Покажи, кто у тебя там попался. Кто это? Дядя. Дядя. Мальчик, может. Как его зовут? Тролль? Да. Тролль. А вот рай для дачников. Я иду вон туда, где семена. Смотрите, какие красивые цветочки, гортензия. Ой, какая красота. Смотрите, это все семена. Смотрите, как соки сделаны. Удобрения. Клево. Круто же. Ну и как положено, мужчина мой маленький в садовых инструментах. Смотрите, какое предложение. 2 700 набор посуды. Ну, так себе, кстати. А вот кастрюля мне понравилась. Смотрите, это и пароварка, и кастрюлька. Ну и, конечно, мы пришли смотреть самые необходимые игрушки. Ну так, посмотрим. Я надеюсь уйти без лишних покупок. И смотрите, здесь свет, детские игрушки, мебель и для сада. Смотрите, какая крутая лампа детская. 7000 рублей стоит. Но она обалденная. Смотрите, у нее даже пропеллер крутится. Стимка входит просто игрушки. На самом деле, у меня такое чувство неприятное, когда не могу купить мою игрушку. Ну, то есть я могу, но я понимаю, что там радости на 5 минут, потом он про нее забудет. Это на самом деле как раз вот эти родительские переживания. Хочется быть хорошим родителем. И какие-то свои детские мечты воплотить в плане того, что, может быть, вам что-то не додавали. Или вы хотели бы, чтобы вам столько покупали. Но это вот перенос. Так это и называется перенос своих желаний на ребенка. Но в этом нет ничего страшного. Я считаю, что ребенок должен знать, что игрушки покупаются не всегда. И покупаются по поводу, что мы можем что-то маленькое купить, когда мы идем в магазин. Ну, там, может быть, киндер-сюрприз или там чупа-чуп, что-то там его порадовать. Но что-то большое, крупное, даже вот я считаю, там, выше 500 рублей, это по какому-то поводу. То есть не просто так мы пошли в магазин и купили там, вон, вижу, за 600 рублей, там, за 700 рублей грузовик. Нет, так можно, во-первых, разориться, вообще не ходить по магазинам. Я считаю, что ребенок должен знать, что из магазина можно выйти без игрушки. И если мама говорит, что надо, значит, надо. Вот мы прошлись за тем, что нам надо купить. Мы купим то, что надо. Я рассказала, что ему можно купить что-то маленькое. Он выбрал ножницы. Он выбрал вот такие вот ножницы. 300 рублей стоит упаковка. Но я сказала, что ты можешь посмотреть что-то другое. Вот что он сейчас сидит, выбирает. Ну, если вот такое видит наш папа, то, конечно, Тимка без подарка не уходит. Потому что папе в детстве тоже хотелось таких машинок. Да и мне очень хочется Тимке скупить вот все, весь магазин, чтобы он брал, что он хочет. И мы шли на кассу. Я считаю, неправильно все скупать, потому что просто ценности вещей не будет у ребенка. Он не будет ценить. Он купили, выбросил, где-то валяется. У него так машинок целая, там, гора. Он их даже не замечает, не различает. Есть у него несколько, которые он очень любит. Все остальное валяется вот просто мертвым грузом. А вот это Тимкина сегодняшнее приобретение. Сегодняшнее. Тимка у нас со шлемом теперь. Вот в таком красивом шлеме. Тигренок. Помните, я его называла? Тимур-мур-мур-тигренок мой. Ну, этот хвостик такой есть. Мы приехали в нашу клинику зубную. Тимка играется с машинками. Ой, какая машина большая-пребольшая. Вон там телевизор с мультиками. Вот здесь мы сидели 4 часа. 4 часа ждали, когда Тимке зубы полечит. Вот у нас первый профилактический визит. Посмотрите, как он, как зубки после этого. И, возможно, если есть необходимость на профилактическую чистку. Ну что, сейчас тебе дадут. Сейчас дадут монетку. Тима у нас молодец. Покажи, какие у тебя чистые-чистые зубы. Вот, умничка мой. Я тобой горжусь. Нету попрыгунчиков. Можно я тебе еще один шарик подарю? Вот такой вот. Можно? Вместо попрыгунчиков. Этот оставишь? Пойдем в магазине покупать что-нибудь. А там закончились ей. Закончились, Тимка. Придется в следующий день. Мы уже дома, как видите. И Тимка очень любит меня вот так вот. Помогать мне в уборке. После того, как я пропылесошу, он собирает шнур. Очень ему нравится. А у меня тут не задача. Я думала, муж дом будет, когда мы вернемся. А его еще нет. Мне надо сходить в магазин. А Тимка не хочет. В общем, будет есть бананы. Не знаю. Придется ему есть то, что есть. Ну что, девочки. Это будет конец этого видеоролика. Здесь я хочу объявить, что совсем скоро, буквально через пару дней, начнется курс. Ну как курс видео, серия видео, которую, не знаю, давайте придумаем, как мы ее назовем. Прийти в себя или там мама 2.0, мама перезагрузка. Там мы будем говорить о... Такие легкие задания я вам буду давать, которые вы сможете выполнить для того, чтобы почувствовать себя лучше, для того, чтобы обороть депрессию, наладить отношения с мужем, ну или, по крайней мере, встать на путь ко всему этому. От вас я прошу только поддержки в виде лайков и комментариев, чтобы вы делились своими эмоциями, впечатлениями, нужно, не нужно, хорошими эмоциями, плохими эмоциями, любыми. Мне нужна от вас обратная связь, чтобы понимать, что я это делаю не впустую. Можете писать личные сообщения в Инстаграм, ВКонтакте. Главное, чтобы я вас слышала. Главное, чтобы я понимала, что вам это нужно. И тогда мы уже скоро начнем. Ну а на сегодня все. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.